В конце прошлого года BBC опубликовала свой список ста самых вдохновляющих женщин мира. И туда вошла наша соотечественница, художница, театральный деятель Юлия Цветкова из Комсомольска-Наамуэ. Это еще не все. В прошлом году Юлия Цветкова стала лауреатом премии «Index of Censorship» в номинации «Искусство». И это вторая россиянка, удостойная этой награды. Первой была Анна Политковская. Юлия Цветкова стала лауреатом премии «Человек года» Ассоциации театральных критиков, премия «Женщина года-2020» журнала «Гламур» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы на связи с Комсомольска-Наамуэ. С нами Юлия Цветкова и ее мама. Как вы себя чувствуете, Юля, мировой знаменитостью? Я не уверена, что я себя чувствую мировой знаменитостью. Скорее я себя чувствую страшной уголовницей, если уж на то пошло. А какова ситуация сейчас с вашими бесчисленными уголовными обвинениями и административными штрафами? Постоянно возобновляющиеся обвинения в отношении вас и в отношении Анны Леонидов, насколько я знаю. Я по сравнению с Юлей просто лилипуд, потому что у меня была административная статья, то есть единственный суд, который прошла я, и несколько было заявлений. Меня обвиняли в пропаганде нетрадиционных ориентаций, так же, как и Юлю. Нетрадиционных семейных ценностей. Меня допрашивали, и на этом все закрыли. Или не закрыли, мы не знаем. Они такие фокусненькие все. И меня обвиняли в экстремизме, потому что я вела фестиваль, который делала Юля, но так как она была под домашним арестом, я его вела. Гражданское общество комсомольское. Да, вот вообще, существует ли оно, на твой взгляд, в каком оно состоянии? Ну, если честно, я, конечно, никаких оптимистичных прогнозов дать не могу, но я очень надеюсь на то, что в ближайшее время, ну, власть наша сама дает для этого поводы, да, ну, вот как вот эта вот конституция, ну, к сожалению, это не такой повод, чтобы прям вот массы вышли, да, и что-то сказали там. Нет. У меня большая надежда на ту молодежь, на молодежь, которая там сейчас 16, 17, 18 лет, которая, в принципе, ну, что-то понимает, которая не, уже не пострадала от воздействия вот этого телевизора. Когда, например, Юлия пыталась провести здесь женское чайпитие, то есть, ну, по сути, что есть женское чайпитие, шесть девочек решили собраться, поговорить о девичьих. Так вот, а кто-то взял ее объявление, которое она сделала в маленьком паблике на 30 человек, и отправил в общие соцсети. И дальше интернет обрушился. Город гудел. Полтора дня шли комменты. Комменты были там сжечь, упить, расстрелять, прийти, изничтожить. И ко мне пришли родители и рассказывают, вы знаете, у нас в городе Шабаш-Ведьмин. Там какие-то девицы решили вот на метлах летать, там, мужиков убить и так далее. Я стою, хохочу и говорю, ребят, это Юля и я. Да, феминизм здесь воспринимается как, ну вот, все стереотипы, которые можно представить о феминизме, голимые стереотипы, да, что это оголтелые женщины, которые чаще всего там, не знаю, бегают и кричат, не знаю, нападают на мужчин, пожирают младенцев. Безливчиков. Все это делают, да, с голой грудью. В принципе, здесь вот уровень такой. Ну, то есть, здесь само слово феминизм, оно является ругательством. Площадка, где они пытались попить чай, отказалась. Сказали, уходите, не пейте у нас чай. Это была библиотека. И пришлось пить чай у меня в кабинете. Анна, а ваш кабинет, это что? Это какая-то у вас была должность? Что это было за кабинет? У вас сейчас есть? У меня чайная студия. Когда я приехала в этот город, я поняла, что я Юлю не отдам детский сад. Это я сразу поняла. Это, ну, сложное ощущение этого города. То есть, это город промышленный, где в основном заводчане. Это город ЗК, потому что здесь столица ГУЛАГа. И это город, извините, Воровской, потому что здесь до сих пор живут по понятиям. Поэтому, значит, я просто тусила в своей квартире с разными детьми. Мне это нравилось. И кто-то из родителей этих детей сказал, почему вам не открыть такую студию. Субтитры сделал DimaTorzok Юля, а не жалейте, что вы вернулись из Лондона, из Москвы, в свой Комсомольск-на-Амуре? Под настроение иногда очень жалею. Думаю, блин, как можно было быть такой дурой. И все же было очевидно с этим городом вообще, куда я полезла. Но в целом я бы сказала, что нет. Ну, по большому счету, если начать жалеть, это такой тупиковый путь. То есть, не знаю, жалеть, что я там, не знаю, три года назад открыла свой первый феминистский паблик. Жалеть, что там создался театр. Жалеть, что какие-то темы мы поднимали. То есть, и это так, если начать вот это вот все откручивать, ну, можно просто с ума сойти. Я тоже иногда жалею, что она вернулась. Я очень хотела все ее детство, чтобы она уехала, потому что в городе ее мучили. Несмотря на то, что она была лаки-девочка, и все говорили вау-вау, ходить по городу с ней было невозможно. Маты шли вслед просто страшные. То есть, ее дразнили, кричали, приставали. Ну, вот это какой-то был кошмар. Я помню ужас от того, что я не могу ее защитить. И у меня было единственное желание все ее детство, чтобы она отсюда уехала вообще как можно дальше, как можно быстрее. А почему? Почему? Почему Юля вернулась? Почему? Зачем? Потому что есть город Комсомольск. Здесь непроклятые люди, непроклятые дети. Им тоже нужен феминизм, им тоже нужны ЛГБТ, им нужно понимание, как устроена жизнь. А это не значит, что Юля ехала на заклане, там, я не знаю, ради этих людей. Ну, потому что такая жизнь. Потому что я заболела, она здесь была нужна. Потому что вот так сложилось. Потому что, видимо, этот город нам не насолил до конца. Там, я не знаю, еще почему-то. Это очень сложно сказать. Вы же не можете узнать, как устроена жизнь, если вы не вляпаетесь. Так и здесь. То есть, приехав сюда, повидав мир, это было самое светлое место в городе, об этом говорят все, кто там был. Все, все, все. Я пришла в аптеку за лекарством. У меня операция, у меня там боли. Прихожу в аптеку за болеутоляющим. Я встречаю родительницу, которая такая была суровая в тот момент, когда мы общались. Она водила к нам двух детей, в том числе к Юле. И вдруг она начинает говорить, Боже, это самое лучшее место. Я счастлива, что мои дети туда ходили. А вы знаете, они вспоминают это теперь всегда. А вот мой старшенький, он же в 11 классе. Вот ради этого. Понимаете? Может быть, сейчас нам очень мерзко и противно, что вот мы здесь и в этой грязной луже булькаемся. Но я горжусь нашими детьми, которые пишут манифест для всех театров России, детских и юношеских. Я горжусь родителями, что несмотря на то, что их канают уже почти два года, они все равно держатся и они бьются. Я нереально горжусь Юлиными программами, потому что их можно брать и использовать по всей России. Вот можно легко. Возможно, будь она в другом нормальном месте, у нее не было бы такой концентрации. Мы не можем изменить жизнь, возможно. Нам нужно жить здесь и сейчас. Поэтому вот это очень круто, что она сюда приехала. Наверное, это ужасно то, что с ней сейчас происходит. Я бы сказала, очень ужасно. Юля, мама ваша говорит страшные вещи про то, как вам кричали вслед и оскорбляли. То есть это вам сколько было лет? Ну, это было, господи, 9, 10, 11, 12, что-нибудь такое. Лет с 8 и старше. Что не нравилось в 8-летнем ребенке? Что? Что они кричали? Что они говорили? Как это возможно? Я не представляю себе человека, который может сказать вслед в 8-летнему ребенку гадость. Да, я тоже. Это сложно понять. Условно город, в котором все дети и все взрослые одевались, например, в одежду с завода. То есть там в основном выдавали и все ее носили. Например, у меня была разного рода хендмейт одежда, какие-то яркие вязаные шапки, усилиями мамы или моими какими-то идеями это все делалось. Смотрите, просто представьте, что вы живете в сером-сером доме. Представили? Я жила много раз. Представьте, что у вас нет вкусной еды. Представили? Было такое. Представьте, что у вас нет интересной яркой жизни. И когда все такие рядом, кажется, что это нормально. Ну вот в обезьянник заходишь и принюхиваешься. И все нормально. Ты принюхался. А тут представьте, вы живете в серой жизни, вдруг появляется яркая девочка. И она необычная. И единственное, что могут делать местные, это кричать вслед матом. Потому что она же... Смотрите, наши дети стали делать бутылочные фигуры. Ни одна фигура не прожила долго. Расшлиняли, поджигали, гадости говорили. Для меня самая страшная история. У нас была бутылочная первая фигура. Дети назвали его Будрик. Это был кот. Его волокли через весь город. Представьте, это какая-то была удивительная история. А они его любили. Они как родного его воспринимали. И они к нему каждый день ездили, проверяли, жив он или не жив. Затем кто-то пришел с большим ножом, расчленил его на куски и положил их рядышком. Такая расчлененка кота. Журналисты местные сделали фоточку и отправили это в соцсети. Дети это видели. Видели, как это обсуждают местные люди. Говорили, классно, молодцы, хорошо, что кота убили. И у нас была девочка четырехлетняя, ее звали Кира. И она взяла, и мы рисовали памятники города. У нас был такой урок. И она взяла и нарисовала нашего кота. Ну, как памятник этого города, да. А дальше мы вывесили это на улице города. Все памятники города с вопросом. Мы любим Комсомольск, а ты? И этот кот висел на улице. Так вот, какая-то тетенька не поленилась. Взяла картинку четырехлетнего ребенка, сфотографировала, отправила в соцсети. И написала. Это какой-то ужас. Это какая-то дура. Это какая-то дрянь. Можете себе представить? У нас мы еле удержали детей. Они хотели в драку полезть, там, я не знаю, переписываться начинать. То есть, как вообще это возможно? Кому это может прийти в голову, взять детскую работу и сказать, это ужасно? У вас еще нет детей? Вы еще никогда не общались с детьми? Еще не знаете, как дети рисуют? Так вот так и Юлю дразнили, понимаете? И до сих пор она жила. С ней ходить невозможно. Серьезно, я не могу с ней ходить по городу. Ни одна бабушка накричала в магазине. Она прям остановила меня и начала кричать, что вот я здесь что-то с ней сделала. Она вот вообще непонятно какая. Я была потрясена абсолютно. Это такое место. Это очень сложно объяснить. Юля, а у вас есть в Краснодарском на Амуре сторонники, соратницы, ближний круг? Не те вот шесть человек, с которыми вы собирались пить чай, вот чаепитие, а вот как-то вот единомышленницы? Юля, у вас ощущение необитаемого острова? У меня есть рядом прекрасные, сильные люди. В основном это женщины. В основном те женщины, которые меня воспитывали. То есть кто-то, кого я могу назвать тетей или бабушкой, которые стоят рядом, не до конца даже принимая вопросы феминизма и тем более вопросы ЛГБТ. Ну вот они как бы, они все сейчас проходят такой процесс политизации, как мама тоже. И как бы мне эта история показала, что вот у меня есть такая вот, не знаю, люди, которых я могла бы назвать семьей, если бы им это было как бы комфортно и нормально. Соратников, если говорить в плане сестры-феминистки, я бы сказала, что нет. То есть я думаю, что все, кто мог быть здесь активным, они постарались уехать. А те, кто остался, они очень боятся. И в основном как бы со мной не общаются, именно потому что, ну, я как бы страшный, опасный человек. А как вы можете описать этот страх? Это же не страх, как саспенс в кино, это не страх, как, не знаю, там, я боюсь облучения там и чем-то заболеть. Это не страх быть расстрелянным, не страх чего-то лишиться. Почему с вами боятся общаться? Потому что, ну, действительно, это город маленький, может быть, не по размеру, да, есть города меньше. Но он маленький по своей, ну, скажем, ментальности, что ли. И здесь достаточно узкие прослойки, ну, например, люди, связанные с театром или люди, связанные с искусством. В принципе, здесь вот все-всех знают. То есть в этом плане, например, если там человек занимается творчеством, его знают все. И для меня загадка, почему так происходит. То есть я, ну, вот я это, ну, списываю, да, на страх. Я не могу знать, ну, то есть мне, наверное, было бы очень интересно вот взять вот кого-то из там моих бывших там друзей или знакомых и спросить вот, ну, вот, что ты думаешь, как ты думаешь, почему ты так думаешь. Но вот пока я могу только вот в каких-то таких догадках пребывать. Ну, смотрите, я спросила родителей, например, моих детей. У меня осталось очень мало людей, потому что, например, почти ко всем на работу пришли ФСБшники. И очень недвусмысленно им объяснили, что не надо к нам ходить. Вот, кстати, мне кажется, еще контекст, да, это то, что, например, здесь, ну, например, когда человеку угрожают потери работы или говоря там, я не знаю, вот там, не знаю, сегодня мы пришли за Цветковой, а завтра придем за тобой, ну, какие-то такие вот вещи, да. А это было. То есть мы знаем, что к людям приходили, были те, у кого как бы просили на меня, ну, как просили, да, там, стучать, например, это было еще до уголовки. А вот в городе, который такой вот как бы закрытый по своей ментальности, например, потерять работу, это, ну, действительно страшно. Я не могу, например, рассуждать людей, которые стоят между выбором, там, не знаю, поддержать меня или потерять работу. Ну, вот смотрите, я спрашивала тех, кто остался, как вы думаете, почему остальные ушли? Ну, то есть меня по-прежнему считают очень крутым педагогом, я по-прежнему работаю в таком же русле, как и раньше. Ничего не поменялось. Мне говорят, что это ГУЛАГ, что здесь очень много сынных, которые здесь остались. Ну, вот это их версия, да, и что эти люди испуганы на всю жизнь. То есть мы в этом городе как зачумленные, это так. Потому что люди, видя меня, общаясь со мной там 28 лет, переходят на другую сторону. Им страшно. Это ментальный страх. Здесь уволили за прошлый год 6 тысяч человек с заводов. Вы знаете об этом? Нет. И никто не знает. Они не вышли и не сказали. У них срезали зарплаты в пять раз. Люди получали нормальные деньги, сейчас ненормальные деньги. Они держатся за все. Здесь отжирают по куску, и никто не хочет объединиться. Когда пошли фургальские протесты, то, например, здесь тоже начали ходить. Мы были удивлены. Удивлены. А дальше их очень быстро выщелкали. И комсомольские протесты загнулись буквально через неделю-полторы-две. Все. У меня огромный вопрос ко всем театральным коллективам этого города, ко всем самодеятельным коллективам этого города. Я работала с ними со всеми практически. А она выросла на их глазах. Она им делала столько всего классного. У кого-то сама выступала. Ни один не встал рядом. Ни один. Понимаете? Ни люди, которые делали ее выставки. Никто. Юля, а среди вашей следственной бригады прокурорской наверняка же есть женщины? Есть, да. Ну и вроде бы им должны быть понятны ваши идеи. Должна быть какое-то присутствие чувства солидарности. Но в конце концов у женщин есть вагина. Что? Почему, извините, в соборе можно нарисовать, а вагину нет? Простите. А, Анна Леонидовна, простите. Я здесь задавала вопрос, что так интересно, что самые большие репрессивные действия, когда, например, мне запрещали, когда я была под домашним арестом лечить зубы, когда шли прямые угрозы от полицейских или попытки какого-то шантажа или попытки давления, они исходили исключительно от женщин. То есть, поэтому мы так далеки от понимания друг друга, как это вообще, в принципе, возможно. Мне бы хотелось жить в прекрасном мире, где прекрасные женщины, полицейские поняли бы мои идеи и сказали, что я молодец. Но нет. И этот мир существует, Юль, и вы знаете об этом. Знаете, опять это к той истории. Если ты связан, представьте женщину полицейскую, какая у нее ужасная работа. Они ее ненавидят все, они все об этом говорят. У меня очень много родителей полицейских, поэтому я выслушиваю. Представьте, что вы все время под давлением, вам все время говорят, что ты никто и звать тебя никак. А теперь представьте, вы сталкиваетесь с девочкой, которую пригласили в Чехию на хакатон, которые предлагают поехать в Москве провести лекцию, которая объехала полмира, которая говорит на восьми языках. И они бесятся, они видят, она для них как кость в горле, что можно жить свободным, а можно было так. Вот все пошли на расстрел, а заяц не пошел. А что, так можно было? Вот она, живой пример, что можно бросить школу и жить в свое удовольствие, и нормально финансово, и вообще знать все, я не знаю, уметь многое. Их это бесит, потому что они идут по иерархической лестнице, унижаясь, кланяясь, делая все, чтобы идти по этой лестнице ради пенсии. У меня мама, у нее ребенок беспризорник практически, а она следователь. Я говорю, слушайте, вы не хотите бросить работу? Это ужасно. То есть он бегает по улицам, делает, что попало, залезает на стройки, в канавы. Я все время нахожу в страшных местах. Я не знаю, как на него воздействовать. Она говорит, я не могу, мне осталось три года до пенсии. Нельзя жить три года до пенсии. Нельзя воспитывать ребенка беспризорника. А она не может по-другому. У нее менталитет в башке такой. А тут они видят Юлю, и у них улетает все. Просто как? Ну как? Представляете, свободный человек в свободном мире. Слушайте, а Комсомольский на море достаточно большой город для того, чтобы там был вполне обычный и нормальный для общества процент гомосексуалов. Есть в Комсомольском на море гомосексуал? Не может же не быть. Есть. Тут вопрос опять какой. Если мы говорим, есть ли люди гомосексуальной ориентации, да, конечно, они есть. Как они есть везде. Если здесь то, что принято называть ЛГБТ-сообществом, нет. Я поэтому спросила гомосексуала, а не ЛГБТ-сообщество. Да, потому что в основном здесь, опять же, люди живут предельно скрытно. Например, ни один адвокат в Комсомольске не согласился взять мое дело. Знаете, что у него адвокат из Екатеринбурга? Это понятно, так как мы много занимаемся в Руси сидящие с регионами, конечно. Мы знаем, что иногда легче послать адвоката из Москвы. Вот. Ну, то есть, и это, ну, здесь именно из-за тем. Ну, то есть, из-за тем феминизма, из-за тем ЛГБТ им как бы западло работать с такими вопросами. Это вопрос. Юлия, все уголовные дела и все сроки, они, в общем, конечны. Рано или поздно это закончится. Что дальше? У вас сейчас очень много времени есть подумать, что вы будете делать дальше. Я в последнее время думаю, как часто вот от активиста, человека, например, который находится под уголовным делом, требуют борьбы. И это такая, это вот пугающая для меня достаточно тенденция, что человека назначают героем, героиней, да, неважно. И дальше этот человек вроде как должен биться. И вот иногда вот в такой вопрос вкладывается, что вроде как, да, там, людям очень важно, например, услышать, что вот я буду, там, не знаю, бороться с режимом. Ну, какие-то такие вот вещи я не в полной мере знаю, чем я буду заниматься дальше. Я как бы однозначно понимаю, что вряд ли я буду где-то там, не знаю, сидеть тихонечко, да, не знаю, или там жить в Комсомольске, на Амуре, работать на заводе, ну, то есть это какие-то просто, ну, закрытые для меня пути. Когда отменят подписку о невыезде? Вы уедете, Юля? Ну, первым делом, да. Анна? Естественно, это не обсуждается. У меня все родители с ужасом ждут этого дня. Ну что же, Юлия, по крайней мере, с 13 лет звезда Комсомольска на Амуре, а теперь уже и одна из самых вдохновляющих. Женщин мира, по очень многим версиям, теперь стало понятно, благодаря знакомству с Анной Ходоревой, собственно, почему это так. Спасибо вам большое, Анна Леонидовна. Юля, пожалуйста. Все будет хорошо, у вас точно. Все будет хорошо, и вы победите. Мы победим. Обязательно. Счастливо, спасибо, пока. Спасибо. До свидания. Правда, держитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова